Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовлю вкусные и очень красивые булочки розы с творогом и изюмом. Для начала необходимо подготовить опару для теста. Теплое молоко выливаю в глубокую миску. Добавляю 2 чайных ложки сахара от общего количества и дрожжи. Немного размешаю. Всыпаю 3 столовых ложки муки, также от общего количества. Хорошо размешиваю, чтобы масса получилась однородной. Вот такая по консистенции у вас должна получиться опара. Накрываю пленкой и оставляю в теплом месте на 15 минут. Ну а я пока подготовлю сдобу. Выкладываю в тарелку размягченное сливочное масло. Также его можно заменить на маргарин для выпечки. Оставшийся сахар, пакет ванильного сахара. Хорошо разминаю вилкой, чтобы масло и сахар полностью соединились. Вот так у вас должно получиться. Добавляю 1 яйцо и щепотку соли. Хорошо все перемешиваю. Сдоба готова. Прошло 15 минут. Вот такая воздушная и пузырчатая опара получилась. Добавляю сдобу. Хорошо все размешиваю. Готово. Всыпаю муку. Изначально немного больше половины от общего количества. Муку обязательно просеивайте, чтобы выпечка получалась воздушной и пышной. И начинаю замес теста. Тесто остается довольно мягким. Поэтому подсыпаю еще 2 столовых ложки муки. И перехожу на ручной замес. Тесто в себя выбрало всю муку, но по-прежнему остается немного липким. Муки подсыпать больше не стоит. Добавляю примерно 1 столовую ложку растительного масла без запаха. И продолжаю вымешивать. После того, как масло полностью соединилось с тестом, перекладываю его на стол. И продолжаю вымешивать на протяжении 5-7 минут. Вот такое нежное и мягкое тесто у вас должно получиться. Перекладываю в глубокую миску. Донышко и бортики я смазала растительным маслом. Накрываю пленкой. И оставляю для подъема в теплом месте на 40 минут до первой обминки. Просто замечательно поднялось тесто в первый раз. Делаю ему обминку прямо в миске. Переворачиваю тесто гладкой стороной кверху. И снова укладываю в миску. Снова накрываю пленкой. И оставляю в теплом месте еще на 30 минут. Ну а я тем временем подготовлю начинку для булочек. Для этого мне потребуется творог. Я беру вот в таких бумажных брикетах. Мне он больше нравится. Он идет мелкозернистый. И из него получается однородная хорошая начинка. Также потребуется сахар, изюм. Его необходимо заранее промыть в горячей воде. И обсушить на бумажном полотенце. Одно яйцо, ванильный сахар и щепотка соли. В творог добавляю сахар, ванильный сахар, изюм, яйцо и маленькую щепотку соли. И хорошо все размешиваю вилкой. Все продукты для приготовления начинки должны быть обязательно комнатной температуры. Начинка готова. Просто чудесно поднялось тесто во второй раз. Перекладываю его на стол. И делаю небольшую обминку. Вот такое красивое, гладкое и очень нежное тесто получается. Его вес 770 граммов. Разделяю на 12 частей, весом примерно по 65 граммов. Вот такие небольшие кусочки получаются. Я их подкатываю в колобки и откладываю в сторону. Дальше накрываю тесто пищевой пленкой. И даю ему отдохнуть буквально 5-10 минут. Тесто отдохнуло. Можем переходить к формированию булок. Беру заготовку и скалкой раскатываю в круг. Чтобы булочка была красивой, гладкой поверхностью, переворачиваю к низу. Разравниваю тесто. В середину кладу примерно 1 чайную ложку начинки. Шпателем делаю 4 вот таких вот лепестка. И аккуратно защипываю. Тесто сильно не натягивайте, чтобы оно потом при выпечке не порвалось. И последние края я не натягиваю, а вот так подгибаю под низ булки. Вот такая красивая булочка получается. Отправляю ее на противень. Булочки сформированы. Вот такие красивые они получились. Дальше накрываю пищевой пленкой. И оставляю в теплом месте на расстойку на 20 минут. Вот так замечательно поднялись булочки. Аккуратно снимаю пленку. И сверху смазываю теплым молоком. И отправляю булочки выпекаться в духовку, разогретую до 180 градусов на 20 минут. Булочки готовы. Вот такие пышные и румяные они получились. Очень мягкое и воздушное тесто. И показываю, какие в разломе. Вот такая булочка получается внутри. Тесто прекрасно пропеклось, получилось пористым и нежным. Вот так довольно просто можно приготовить такие чудесные булочки. Обязательно пеките родным и делитесь вашими результатами в комментариях. Для меня это очень важно. Ну а я вам желаю приятного аппетита, успехов в приготовлении вкусной выпечки. Всем удачи, всем пока!